всем привет меня попросили недавно показать как сделать замедление в секвенсер это по сути не совсем даже сложное действие принципе это сделать очень легко но человек не совсем сообразил как это показать поставить в общем он мне показал видосик где при небольшая при превьюшка было перед началом игры там показывали персонажей и в общем какую-то историю видимо рассказывали еще что-то я как понял так в общем давайте создадим новый секвенсер данном случае это у нас предыдущий которую падали в окна так создаем от волосе консер прямо здесь можно сделать его и появляется вот такое вот окно также нам необходимо поставить камеры которые будут как раз таки так скажем снимать персонажей данном случае давайте создадим камераектор и вот там где сейчас я направил куда она туда и будет смотреть ну и допустим как-нибудь вот так выставим еще одну камеру если смотреть вот две камеры смотрят на двух персонажей теперь давайте возьмем нашу камеру один камера 2 так это у нас другая камера давайте удалим камера 1 который смотрит на первого персонажа поставим ее сюда но и заодно поставим чтобы она показывала изображение разделим на какое-то время давайте пусть будет 30 кадров максимум также добавим камеру 2 сюда так и пока показ камера 2 поставим здесь ограничение сделаем но уже вот 60 принципе достаточно будет чтобы каждая проиграла определенное время так камеры мы уже поставили можем небольшие внедрение сделать это как движение да допустим так поменяем локация поменяю чуть-чуть высоту так но в принципе достаточно извиняем ближе к концу где-то но и также настроя вторую камеру получается нам нужно камера 2 делаем запись данных значений допустим так ну чуть ниже сделаем и вот здесь пусть она будет стоять ближе к концу мы делаем пролет на персонажа и повыше достаточно будет теперь нам необходимо добавить персонажей и добавить персонажей уже с анимациям так скажем да так это у нас давайте добавим и си один это вот которая у нас стоит здесь который будет показывать первую анимацию делаем плюс трек и не меньше выбираем какую-нибудь анимацию в данном случае выберем ему такую вот он с камера мешает он делает вот так просто поднимает руки и вот где то здесь наверное и выставим начало просто сдвинем ее и обрежем далее нам в принципе также надо добавить второго персонажа и также ему добавим анимацию начало вот здесь где то выставим здесь у нас будет допустим та же самая атака у этого так и где то пусть начало анимации будет вот здесь если мы сейчас запустим но нам для начала конечно надо сохранить далее мы должны в наш уровень blueprint мы должны записать и открыть наш как раз таки level sequencer то есть мы выделяем его на уровне делаем правый классчик рейт референс и соответственно делаем у нас получается запуск как раз таки нашей анимации компайл сейф давайте запустим видите да очень все быстро проигралась замедлить их анимации и показать как будто бы какие то определенные пролеты это можно двумя способами первый во первых ну да я сделал короткое короткий трек для того чтобы просто показать чтобы анимация была замедленной так скажем мы во первых находим наши анимации так это у нас наша анимация мы ее нашли во первых можно заменить скорость воспроизведения анимации допустим на 0,05 и вот он вот с такой вот скоростью будет воспроизводиться и давайте заменим у этой анимации тоже скорость достаточно запустим но наверно все таки секунтер надо побольше побыстрее сделать точнее длине так выставляем здесь здесь камера камера тоже сдвинем ближе к концу здесь тоже ближе к концу и вот так в принципе достаточно это первый способ как можно сделать замедляя анимацию давайте еще раз проиграем то есть это замедляется можно еще медленнее 0,01 ну и так далее также можно давайте выставим стандартную скорость данных анимаций потому что в игре как бы тоже необходимо же эти анимации использовать и ты не будешь в блупринтах изменять скорости второй вариант это замедлить время воспроизведения то есть нам секенсер нужен добавим сюда event track trigger давайте выставим первый кадр делаем плюс это у нас первый да и вот предпоследний кадр мы тоже сделаем плюсик заходим заходим здесь у нас вот первый секунтер да то есть точку которым мы создали и давайте вторую также сюда за откроем чтобы сделать замедление мы берем ноду сет глобал тайм диверси если мы выставим значение скорости в данном случае это во всем мире замедлится время практически в сто раз в данном случае потому что основная скорость это тайм диверси равняется единице то есть если мы это поставим и запустим как видите да анимация у нас скорости нормальные но и сам секвенсер начинает притормаживать потому что время замедленно из-за этого его надо делать короче но и анимации тоже вот сейчас как раз таки надо секвенсер уменьшить давайте сделаем уменьшение потому что слишком долго проигрывается так все то же самое выставляем быстренько так это нам тоже надо сдвинуть чтобы не потерять и эти точки мы тоже сдвигаем это у нас ездят камеры давайте проверим все должно корректно работать если что анимации у нас нормального скоро нормальной скорости а здесь все замедленно но чуть чуть побыстрее давайте давайте выставим побыстрее все таки так на целых пусть будет но целых одна десятая там вы уже понимаете что скорость можно и сделать по-другому но смотрите сейчас закончится секенсер полностью до проиграется и и я буду идти медленно то есть замедленное время во всем соответственно нам и необходимо добавить в конце пред на предпоследнем кадре запуск нормальной скорости это единица это проигралась то есть мы можем поставить любые анимации какие-то действия движения и все и все они кстати ругается да прикольно получилось кстати а почему анимации не заканчивается вот это прикольно да он нас очень сильно ругает в общем на этом все друзья всем пока до свидания как зомби говорит до до скорой встречи